Титановая печь от компании Winnerval, модель Fast Fold Ultra Light. Это самая маленькая титановая печка в коллекции компании и, возможно, одна из самых легких в мире. Масса комплекта 998 грамм, то есть прям чуть-чуть меньше килограмма. Поставляется она в такой картинной коробке. В комплект входит сама печка в тканевом чехле, два титановых колышка для закрепления печки внутри палатки. Также их можно использовать и для постановки вашей палатки или укрытия. Комплект трубы в тканевом чехле и вместе с печкой идет подробная инструкция на английском языке по установке и, соответственно, о том, как правильно печкой пользоваться. Тканевый чехол позволяет разместить, кроме самой печки, внутри и комплект трубы и колышков. Здесь еще остается место, например, для огнезащитного коврика, каких-нибудь перчаток, в которых вы будете работать с печкой. Соответственно, получается маленький комплект, который легко помещается в рюкзак. Данная печка рассчитана на использование в небольших палатках на 1-3 человека. Это классное решение для соло-походов зимой. Классное решение для тех, кто ходит ранее весной и поздней осенью в водные походы и хочет иметь отапливаемое укрытие. Если вы ходите на каяке или по крафте, то эта печка легко поместится в ваш водный комплект. Печка имеет плоскую форму в упакованном виде. Корпус печки в сложенном состоянии фиксируется с помощью липучки. Приятная особенность этой печки состоит в том, что все элементы уже соединены с помощью шарниров и нет никаких болтиков, шпилек, которые можно потерять. Для того, чтобы собрать печку, ее нужно просто раскрыть, зафиксировать подвижные крючки. То же самое на противоположной стороне. и установить крышку. Крышка также фиксируется с помощью крючков. В собранном состоянии корпус никуда не разваливается, можно печку переносить. Дверца открывается, закрывается с помощью простого крючка. Есть заслонка для регулировки пламени. И ножки печки также приделаны к корпусу. Соответственно, никуда ничего не теряется. В ножках есть отверстие, которое предполагается помещать полушек для того, чтобы печку зафиксировать в грунте, чтобы ее, даже если вы задели вдруг, она не перевернулась внутри палатки, не привела к пожару. У печки нет шиберной заслонки, потому что она имеет небольшой объем, технически никакого смысла не имеет. Длина топочной части примерно 30 сантиметров, чуть меньше. Соответственно, можно эту печку топить хворостом, лапником, можно поколоть небольшие полежки. Печка отлично подходит именно для маленькой группы. Для группы больше двух-трех человек выбирайте модели размера М или Л, на них у нас есть отдельные обзоры. Для сохранения небольшой массы упаковочного объема печка выпускается с трубой в виде листа. Соответственно, для сборки потребуется сделать следующее. Вы сворачиваете трубу поперек, она становится значительной длины и фиксируется с помощью титановых колец. Делать это нужно обязательно в перчатках, потому что титановый лист очень острый и можно пораниться. Лучше это первый раз сделать в домашних условиях. Взять какую-нибудь основу, палку швабры или водопроводную трубу пластиковую, аккуратно в перчатках трубку сформировать по основе, зафиксировать кольцами, прожечь. И после этого, собственно, лист принимает эту форму, он запоминает ее и при последующих сворачиваниях проблем никаких не будет. На конец трубы устанавливается искрогаситель. Соответственно, все, что крупное вылетает из трубы, будет фиксироваться на сеточке. Это тоже выполнено из титана. Сбоку есть три точки крепления оттяжек. Если вы, например, используете палатку-пирамиду или, есть еще такое решение, многие выводят трубу в тамбур стандартной палатки. Получается, труба у вас сильно выше укрытия. Вам нужно как-то сделать так, чтобы трубу не шатала ветром. Соответственно, сюда можно зафиксировать оттяжки и оттянуть печку к полу. Таким образом, мы имеем печку из титана, который не ведет при нагревании и массой менее килограмма, для соло-походов или маленькой группы в межсезонье, в удобной форме, качественной сборке и возможностью переноски в небольшом рюкзаке. Ходите зимой, ходите в межсезонье, не мерзните в палатке, а за снаряжением и консультацией приходите на Sankin 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова